Уважаемый господин президент, уважаемые участники и гости конференции, Беларусь большим удовольствием приняла приглашение нашего друга президента Туркменистана к участию в сегодняшней конференции, посвященной 20-летию со дня обретения страной статуса постоянного нейтралитета. Это действительно знаменательное событие. Во-первых, потому что между нашими государствами и народами сложились дружеские, я бы сказал, братские отношения. А то, что важно для наших друзей, важно и для нас. Во-вторых, мы искренне рады тем достижениям, которые руководство и народ Туркменистана добились за последние годы независимости на будущее. В-третьих, и это главное, тематика сегодняшней конференции, что называется «На злобу дня». Она актуальна не только для самого Туркменистана, но для региона и всего мира. И я хотел бы поделиться своими соображениями на этот счет. Оглядываясь в прошлое, можно сказать, что с распадом Советского Союза все постсоветские республики в один миг оказались на мучительном перепути. Куда и как идти дальше? В экономике царила разруха, в политике – хаос и анархия, народ голодал, нищенствовал. Задачи, которые свалились на нас, с лихвой хватило бы на несколько поколений. Наши страны столкнулись с целым рядом поистине эпохальных вызовов. Необходимостью приведения сложнейших экономических преобразований, построения собственной государственности и утверждения на международной арене. Надо было выбирать не просто вектор развития, надо было определять, по сути, свою судьбу. И 20 лет тому назад Туркменистан принял, как оказалось, судьбоносное для себя решение – вступить на путь нейтралитета. Мы с большим уважением отнеслись к этому шагу. Беларусь не просто поддержала специальную резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по этому вопросу, но и стала соавтором этого документа. Наверное, мудрость и дар предвидения туркменского народа, а также, скорее всего, благословения Всевышнего, помогли Туркменистану найти ту оптимальную для себя, уникальную идею, которая впоследствии обеспечила устойчивое поступать на развитие страны, ее безоговорочное признание на международной арене. Посмотрите, что происходит сегодня на планете. Об этом уже мои коллеги говорили в своих выступлениях. Такое ощущение, что мир просто обезумел. Стремительно множится число региональных конфликтов, провоцирующих масштабные миграционные кризисы. Возникают целые террористические квази-государства, несущие угрозу для всего мирового сообщества. Даже благополучная Европа сегодня не может чувствовать себя в безопасности. Санкционные информационные войны доводятся до абсурда. Ведущие мировые игроки упражняются в воинственной риторике и бряцании оружия. Малые и средние государства зачастую искусственно сталкиваются с альтернативой выбора. Вновь замаячил призрак новых блоковых противостояний, подрывающих фундаментальные основы глобальной и региональной безопасности. И это особенно печально осознавать в год 70-летия окончания самой кровопролитной войны в истории человечества, Второй мировой. На этом фоне последние два десятилетия наилучшим образом демонстрируют мудрость и правильность стратегического выбора наших туркменских друзей. Туркменистан не просто добился впечатляющих успехов в строительстве суверенного и протестающего государства. Страна сегодня развивается семимильными шагами и можно только белой завистью, как у нас говорят, завидовать этому. Вы стремитесь к тому, чтобы мир и спокойствие царили не только в Туркменистане, но и во всем регионе. И как результат, тысячи беженцев из конфликтных районов в свое время нашли кровь и пристанище на благодарной Туркменской земле. Вы никому не хотите присоединяться, но при этом никому не хотите мешать жить. Вы хотите жить в мире и спокойствии на своей земле и строить счастье для своего народа. Вы не создаете никаких проблем для своих соседей. Это видно из выступления уважаемого президента Узбекистана. Вы оказываете огромную социальную поддержку своим людям, укрепляя их веру в свое будущее и будущее родного государства. Вот это и есть фактически тот идеал развития государства, к которому все мы должны стремиться. Это и есть обеспечение подлинных, а не эфемерных прав человека, о которых так много любят сегодня порассуждать некоторые наши партнеры. Повторюсь, я искренне рад успехам наших туркменских братьев, но еще рады тому, потому что наши мысли и цели созвучны. В основе белорусской внешней политики также лежат стремление к миру, взаимному уважению, равноправному взаимодействию со всеми без исключения партнерами. По сути, наша многовекторность во внешней политике сродни туркменскому нейтралитету. Беларусь, как и Туркменистан, выступает за безусловный приоритет политико-дипломатических методов урегулирования любых международных конфликтов, в том числе разразившиеся в последние, можно сказать, дни в нашем регионе. Наша страна прилагает максимум усилий для мирного урегулирования этих конфликтов, и свидетельством тому является конфликт в Украине. Минск сегодня стал той идеальной нейтральной площадкой, на которой могут решаться самые серьезные вопросы. И если впредь это нужно мировым державам, мы готовы играть эту роль. Во внутренней политике Беларусь также нацелена на создание эффективной национальной экономики, достойных условий жизни для своих граждан, эволюционное преобразование при сохранении социальной ответственности государства. Что нужно для того, чтобы обеспечить сегодня поступательное развитие наших молодых, независимых государств и благополучия наших людей? Мы, молодые, независимые государства, не требуем ничего сверхъестественного. Необходимо возродить доверие в международных делах, без которого немыслимо взаимовыгодное сотрудничество. А сотрудничество – это прежде всего диалог, это умение пойти на компромисс ради общего блага. Более того, международное сотрудничество может быть эффективным и взаимовыгодным только на основе взаимного уважения. Это то, чего катастрофически не хватает в современном мире. Сегодня зачастую отсутствует элементарная готовность уважать выбор других. Итак, категоричность, с которой нам пытаются извне навязать якобы универсальные модели развития, ничем не лучше религиозного фанатизма. При этом абсолютно не учитываются исторические, культурные особенности как отдельных государств, так и целых регионов. Пора понять, что все мы, образно говоря, находимся в одной лодке. Попытки сильных мира сего обеспечить собственное благосостояние за счет других стран и народов ведут непременно в тупик, откуда трудно выбираться. Сегодня все зависит от всех. И если полыхнет в одной части света, то мгновенно аукнется и в другой. И если мы допустили где-то ошибки, надо их уметь признавать. И, как говорил уважаемый президент Узбекистана, признав их, найти в себе силы пойти на уступки и компромиссы для того, чтобы сгладить ситуацию. Ошибки в этом бурном мире неизбежны. И их надо не нагнетать, а решать. Простите меня, это касается и последнего конфликта между нашей Россией и дружественной нам Турцией. Надо преодолеть всякие нагнетания страстей и найти возможность сделать для начала хотя бы полшага навстречу друг другу. И проблема решится. Восстановятся те добрые, близкие отношения, которые были между этими народами и государствами и непременно будут. В этой ситуации многократно возрастает роль стабильных, динамично развивающихся малых и средних государств. А их вклад в устойчивое развитие, обеспечение мира и безопасности в своих регионах трудно переоценить. И поэтому очень важно, что именно эти слова – мир, безопасность, развитие – являются девизом сегодняшней конференции. Удачный выбор. Они же должны стать и главными маяками наших совместных действий на будущее. Убежден, что история по достоинству оценит инициативу руководства Туркменистана о проведении этого мероприятия, который явится важным вкладом в обеспечение мира и стабильности на земле. В заключении хочу поздравить дружественный народ Туркменистана, его лидера, уважаемого президента, со знаменательной датой, 20-летием нейтралитета Туркменистана, который так ценится и уважается в этом государстве. Это событие огромной исторической важности для туркменского государства, с первых дней независимости отстаивающего высокие идеалы добра, гуманизма и созидания. Пусть нынешний год, объявленный в Туркменистане годом нейтралитета и мира, станет отправной точкой для многих последующих столетий мира и процветания не только на гостеприимной туркменской земле, но и на всей нашей планете. Благодарю за внимание.